РАДИО РОМАНТИКА РАДИО РОМАНТИКА В самом начале апреля Радио Романтика организовала для своих слушателей замечательную ночь Содри Тату. Любовь к романтике Кодри Тату привела нас к вам сегодня на киноночь Содри Тату. Актриса, она такая слаженная во всех ролях получается. То есть вот ее романтичность это, наверное, такая вот именно французская. Она вот именно такая французская актриса полностью, и это ее очень-очень красиво. Помимо уже известных всем кинокартин «Амелия и роковая красотка», гости смогли посмотреть новый фильм с этой потрясающей актрисой – «Китайская головоломка», премьерный показ которого и состоялся в ту ночь. Легкая романтичная французская комедия от лауреата Берлинского кинофестиваля Седрика Клапиша. Фильм является последним в трилогии французского режиссера, то есть продолжением нашумевших хитов «Испанка и красотки». Актерский состав остался тем же – Адри Тату, Ромен Дюри, Сисиль де Франц и Келли Рейли. Очень хочется посмотреть фильм. Ну и настроение, соответственно, такое романтичное. Воздушные шары, такая музыка, немного приглушенный свет. Хорошие эмоции положительные. Мы очень любим Адри Тату. Фильмы с ней всегда какую-то роль в нашей жизни играют. Да, мы когда зашли, сейчас я, Глава, увидела, что сегодня еще будет фильм «Эмили», я понял, что мы будем здесь всю ночь. Я его как раз хотела показать. Первый раз, на самом деле, в этом кинотеатре, поэтому очень приятное дело, она мне здесь очень нравится. Мне кажется, не может никакой французский фильм без нее быть, особенно если это еще комедия года. Поэтому, не знаю, я прям в предвкушении, очень хочется его посмотреть и прям жду нестерпением уже начала этого фильма. Теплая атмосфера, душевная компания, романтичные французские фильмы – вот далеко не полный список того, что было в кинотеатре «Ролан». Звездные гости, а также друзья и слушатели радиоромантика остались довольны. С Адри Тату – это волшебные фильмы, потому что актриса сама по себе волшебная. Очень загадочная и в то же время такая земная. Не знаю, мне она очень нравится, и я с удовольствием всегда смотрю фильмы с ней. Мне кажется, Адри Тату является олицетворением какого-то такого французского шика, французской женщины, она очень утонченная. Но мне кажется, что и сама атмосфера Франции, ее история, ее люди, они располагают как раз именно к романтике непосредственно. Я обязательно в любом городе, в любой стране, я всегда найду что-нибудь прекрасное, красивое, романтичное, поскольку я тоже в душе романтик. Вообще, на самом деле, очень люблю все французские фильмы. И даже сегодня обсуждала, что даже если это комедия, она прям такая как-то идет с душой, как-то вот там свой тонкий юмор. Они все такие человеческие, поэтому, как бы, не знаю, я очень люблю все французские фильмы. Ну что ж, друзья, как всегда, мы призываем вас настроиться на романтику, потому что... Романтики должно быть везде всегда много. Все в душе должны быть романтиками. Романтика Настройся на романтику Радио Романтика 98,8 FM Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова